Друзья, этот ролик посвящен зимней яйценоскости. Мы держим порядка 25 кур и несутся они у нас зимой, практически как летом. В рамках этого ролика я бы хотел вам рассказать, как мы этого добились. Сейчас у нас конец января, на улице довольно холодно, но курочки утром вышли принять песочную ванну. Так, давайте зайдем во внутрь курятника, покажу вам зимние гнезда, где они несутся и как они несутся. Нас не было на даче порядка недели, ну в воскресенье уехали, сегодня суббота, давайте посмотрим как у нас с яичками. Ну с яичками у нас все в порядке. Так, ну мой глазомер показывает, что здесь порядка 70 яиц. Ну вот, посчитайте, за 6 дней 25 кур, 70 яиц. Считаю, что это вполне достойно. В курятнике четыре зимних гнезда. Кстати, вот здесь сидит целых две курочки сейчас. Наверное, им комфортно друг с другом. Кстати, я вот заметил, что вот в этом крайнем гнезде, который ближе всего к окну, маленькие яйца, но это молотки несутся. Видите, даже в гнездах есть своя иерархия. То есть, вот здесь крупные яйца, да, здесь уже курочки, которым год-два года, а вот здесь молотки. В самом холодном гнезде, получается, они несутся. Гнезда мы чистим, ну, наездами, как только бываем на даче, чистим гнезда, делаем так, чтобы курочкам было комфортно. Но все равно на лапках они приносят довольно много грязи. Если вообще не чистить, то яички не будут скатываться. Вот это дно, оно под небольшим наклоном, ну, думаю, градусов 10, наверное, может быть, для того, чтобы яйца могли скатываться. Поэтому за этим нужно следить. Так, почему же курочки так хорошо несутся? Ну, во-первых, у них там, где они ночуют, вот здесь, на насеске, у них сухо и тепло, какая бы ни была на улице температура. Топлю я помещение курятника вот такой инфракрасной лампой. Сначала у меня стояла лампочка 250 ватт, но здесь было очень жарко. То есть, она была избыточной для этого помещения. У меня помещение, наверное, метра полтора на... Ну, наверное, тоже на полтора. Ну, может быть, метр восемьдесят на метр восемьдесят. Ну, и, соответственно, рост мой метр восемьдесят четыре. Я как раз головой упираюсь в потолок. Я поставил 150-ваттную лампочку. Она есть немножечко поменьше электричества. Я считал, ну, где-то примерно 15-17 рублей в день получается. Ну, смотря какой у вас тариф, вы можете самостоятельно это посчитать. Свет постоянно здесь горит, то есть, он не выключается, никакой таймер здесь не стоит. Круглые сутки горит вот эта инфракрасная лампа. Когда она попадает, свет попадает на кур. Вот, кстати, у меня здесь защита стоит. То есть, какие-то курочки, которым неприятен этот свет, могут быть на верхних жердях, да, на сестах. Какие-то могут быть пониже. Вот сейчас, допустим, на вот эту курочку попадает прямой свет. Он ее греет, ей тепло, хорошо. Даже если на улице минус 27, минус 30, то здесь будет всегда положительная температура. Здесь же располагается паилка. Здесь 80 литров воды. Снизу стоит ниппельная паилка. Сосочек вот этот курочкой трогает и капелька попадает ей в рот. Очень хорошо, очень удобно. Сюда, на пол, я всегда вот такую сухую подстилку из пакетиков рассыпаю. Смешиваю зимой с опилками. Сейчас я вот почистил все. Снова сейчас это сделаю, чтобы у них все здесь было рыпло и они могли порыться. Так, девочки, ну имейте совесть. Я вообще-то ролик снимаю и вы немножко мешаете. Так как мы дачники и заездами бываем на дачах, у нас вот такая бункерная кормушка. На 90 килограмм сухого корма ее хватает примерно на 35 дней нашего отсутствия. В этом году мы максимально не были на даче 25 дней. Ну, где-то пятая часть кормушки осталась. Корм я делаю зимой таким составом. Раменский комбикорм, овес, пшеница, ячмень, молотая ракушка, гранулированные отруби, отруби пшенка, различные премиски типа рябушки. Так, и получается все. Вот такой состав у меня комбикорма. А, еще мел, толченый мел, ну как порошок, тоже как и ракушка молотая, он дает кальций. В постоянном доступе, как я сказал, корм, да, то есть вот здесь они подъедают его в этом лоточке и, соответственно, как только они здесь все съедают, он подсыпается и таким образом осуществляется автономное кормление. Курочка ест, должна есть в день, ну где-то 120 грамм сухого корма. Я посчитал, у меня получается где-то 150-160 грамм она ест, но поскольку доступ свободный, никто не ограничивает. Когда я приезжаю на выходные, я иногда на сутки просто этот доступ закрываю, ну для того, чтобы они немножечко зоб свой опустошили. Говорят некоторые, что курочки, если у них есть свободный доступ к корму, жирнеют, прекращают нестись. Я не могу это подтвердить, поскольку яйценосность, вы сами видели, она довольно эффективно происходит, то есть курочки дают столько, сколько должны давать. Ну летом, конечно, чуть-чуть побольше, но тем не менее, вот тема ролика, что куры несутся зимой как летом, он вполне себе оправдывает, как говорит свое название. Мои курочки не жирнеют, ну два петушка, возможно, на это влияют, не дают им, так сказать, спокойно почивать на насестах, сгоняют их отсюда, заставляют гулять. Вот как-то, как-то так. Так, что еще можно сказать? Если вдруг лампочка перегорит по какой-то причине, то, естественно, здесь температура может опуститься, когда на улице очень холодно, то минусовых значений, и может замерзнуть вода. Такое у меня было, но благо на улице зима, и курочки спокойно могут поесть лед. У них всегда есть лаз на улицу, они могут поесть лед, могут поесть снег, так что от обезвоживания они не погибнут. Также я территорию курятника, который под крышей, всегда расчищаю от снега для того, чтобы они могли в песке, в золе, принять так любимую ими ванну. Ну вот примерно так мы содержим кур. Есть, конечно, и минусы в нашем курятнике. Вот это помещение, видите, у меня утеплен потолок, он абсолютно сухой, но вообще здесь хорошо сухо и тепло всегда в помещении, где содержатся куры. А вот в этом помещении, где содержится корм, я кровлю не утеплял, и она сейчас очень влажная. Идет из того помещения через лаз, вот здесь у нас лаз, тепло, и, соответственно, оно здесь конденсируется, и вот здесь очень влажно, а для корма это вредно. Корм гидроскопичен, и, соответственно, здесь может возникнуть избыточная влажность, и я буду утеплять, утеплять 10-сантиметровым утеплителем вот это помещение. Это тот минус, который я сейчас заметил. Здесь тоже должно быть сухо. Вот так, друзья. Надеюсь, ролик был полезен. Делайте своим курочкам комфортно, и они будут вас радовать хорошей яйценоскости в любое время года. Главное, чтобы им было сухо, тепло, комфортно, и они были сыты. И тогда яичек будет достаточно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И... Совершенно верно. И кукареку.